Дорогие друзья, продолжим наше путешествие по великой книге Тиелим. Псалом 26. Первое, о чем говорят мудрецы в своих древних книгах, что этот псалом очень хорош для открытия, как называется, врат молитвы, для принятия молитвы. Написано, что читая его, человек как бы приоткрывает небесные ворота. Этот псалом читается те, кто попали в беду на земле, на море, особенно в путешествии. И написано, что тот, кто попал в плен, должен обязательно читать 26-й псалом. Читает его при всяких бедах и опасностях. Этот псалом читает, если какая-то пришла, не дай бог, беда, и человек, чтобы быть готовым противостоять тяжелой ситуации. В дороге, я говорил уже, его обязательно читают, причем при любых опасностях, на обычной дороге, там снег, море, что угодно, обязательно читают. Шестая строчка этого псалма считается очень такой специальной. Я не буду уходить в имена, которые там есть, но говорят мудрецы, что после того, как ты омыл руки без благословения, просто помыл, как обычно, по одному разу. И читаешь потом этот псалом, у него появляется особая сила для принятия твоей молитвы. Вообще, суть 26-го псалма говорит о том, что, выдержав испытание, человек открывает в себе вот абсолютно неизведанные высоты. Потому что, если испытание от Бога, оно точно дозировано, чтобы человек мог устоять. А если он сам ищет себе испытание на свою голову, то, конечно, человек рискует сорваться в пропасть, на которой не положено нам находиться. В некоторых книгах говорится о том, что этот псалом очень хорош при несправедливых гонениях, при клевете, при различных семейных недоразумениях, необоснованных, лживых всяких обвинений. Вот в таком направлении. Что еще? В иудаизме 26-й псалом читает еще в качестве молитвы за успешное выполнение задачи. Читает его при посещении больниц, перед важным судебным заседанием, перед опасным путешествием, я уже говорил, и перед совершением духовного поступка. Кроме того, этот псалом вообще имеет широкое значение в еврейской традиции, благодаря своему содержанию. Он известен как Шир Хама Алот, или Песня восхождения, так и написан для использования, когда паломники приходили в Иерусалим на святые праздники. В целом, написано во всех книгах, что чтение 26-го псалма считается благоприятным и духовно наполняет, как бы подпитка для души работает. Помогает человеку вдохновиться. Еще раз повторю, что я мог пропустить, когда несправедливо оклеветали, обидели, и вы ищете затруднения и какое-то решение вопроса, тоже читайте 26-й псалом. Брахавая слаха.